ну да и шиньёк город днепр украина хочу под российским флагом вышла хотела ну бывают какие-то питания до мы начинаем что воевать будете как ощущаете война будет по любому за 8 лет если вы обратите внимание на их поведение примеру когда аннексировали крым входили зелеными человечками без опознавательных знаков получилось аннексировать не готовы мы тогда были смотреть подождите я же отвечаю на вопрос да они зашли зелеными человечками и заслали нацепить на себя опознавательные знаки ну чтобы не обозначаться когда у них получилось обозначили сказали да это мы когда начали дам донбассе не получилось как хотели не обозначить сказали нас там нет нас там нет слушай а как ты думаешь как они хотели Новороссию не хотели сделать до Приднестровья да не получилось даже сдвинуться дальше донецкого аэропорта а что остановила армия украинская армия каком котле третьем который у них не получился у них был первый котел получился второй котел был мешок под дебальцев первую а капитуляцию тогда что подписали не было капитуляции были минские соглашения для воздержать капитуляции это когда ну вы наверное чуть-чуть не владеете тематикой капитуляции это когда ставится правительство которое подчиняется непосредственно стране победителя да то есть и водится аквационные правительства в данном случае этого не было капитуляции вы чуть чуть разберитесь пожалуйста а когда ваши тогда а сжёные тогда кричали металли weaken ну не капитуляции которые хотят по минзким к каким какую-то продвижение делать по вас сразу не Hampshire cuestión заявление интернет капитуляция у нас нет капитуляции ну нарын which bless минские соглашения а когда кто-то из ваших там порошенко или там даже зеленский у1 хотел что-тоad это сделать по типо минском этим самым договорилась там исполнять это пункт Сразу выходят люди и кричат, что нет капитуляции. Неподконтрольные территории нынешней, провести законы выборов по законам Украины, то есть там, где будут представлены все политические силы. И только после этого мы будем работать. По российскому пониманию сначала провести выборы, а потом под контролем. Подожди, подожди. Есть два разных текста Минских соглашений? То есть Путин подписывал один, а Порошенко подписывал другие? Есть два разных понимания последовательности действий. Подожди, документ, вот он документ. Берешь документ и читаешь. Первый пункт ТИНЦ, второй пункт ТИНЦ, третий пункт ТИНЦ. Там еще, по-моему, чтобы вы не запутались в этих пунктах, формула Штарнмайера вам предложена. То есть там много чего предложено. Еще раз повторяю. Пункты, последовательность пунктов каждый понимает по-своему. Одни говорят начните с третьего, а потом вернемся к первому. Мы говорим, нужно начать с первого, а потом это. Путин говорит, надо начинать с третьего, а мы говорим, с первого надо начинать. Вот и вся разница. И поэтому, когда хотят сделать пункты не поочередно, мы говорим, нет капитуляции. Потому что нужно соблюдать поочередность. То есть, если такая очередность, то это не капитуляция. А если такая очередность, то это не капитуляция. Да. Гибридная, короче. Нет, к примеру. Еще раз говорю. Ну, гибридная гипитуляция, правильно? Нет, неправильно вы поняли. Еще раз объясняю. Ну, потому что, я так понимаю, у вас очень проблемно с пониманием. Ну, я вообще проблемная женщина. Я понимаю. Это бывает. Особенно после поколения. Знаешь, у меня, знаешь, какая фигня? У меня с детства очень маленькие ушки. И там ни хера лапша не держится, знаешь. У вас с детства... Проблема в том, что у вас не с детства не маленькие ушки, а у вас очень маленький мозг. Да, у меня очень маленький мозг. И, соответственно, из этого мозга растут очень маленькие ушки. Это же естественно. Видимо, мозг как-то влияет на ушки. Ну, для девушки это простительно, да? Чем больше ушей, тем больше мозг. Чем меньше мозг, тем меньше ушей. Нет, самое умное тогда животное – это слон. По вашей логике. Нет. Уже по нашей. Так вот. Давай. Еще повторяю с вами. Пункт номер один. Границу под контроль. Должны контролировать наши войска. Пункт номер два. Провести на них выборы, на этих территориях выборы согласно законов Украины. С представлением всех политических и свободной волей зрения народа. И пункт номер три. Вхождение этих территорий в... Подожди, там же еще есть несколько пунктов. Там типа законодательство менять. Ваши, чтобы, ну, как бы... Нет такого пункта. Почитайте, почитайте Минский соглашение. А, то есть, ну, я понимаю, гибридное. То есть, те пункты, которые вам нравятся, вы, значит, это... А Россия берет только те пункты, которые нравятся им. Да, 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 типа так. Я поняла. Я все поняла. А так работают разве договоры? Допустим, мы подписываем с вами какой-то договор. Вы такие говорите, так, вот эти три пункта я выполнять не буду, а эти буду. Подожди, ты же все подписал. А мне срать? Нет. Да, это так. Молодец. Что я могу... Есть еще вопросы? Нет. Воевать, значит, готовы. Все у вас в порядке. Да. Я за вас рада. Счастливо. Мало того, что... Мало того, что... Недавно прошел курсы в военкомате. Массовое захоронение российских солдат. Молодец. Молодец. А-а-а, сучка. Будешь в похоронной команде. Пока. Пока, давай. Давай, давай, молодец. О, ты, бля, ты дурак. Ну, мы кончили. Субтитры сделал DimaTorzok